Поехали! Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио, Алексей Орлов. И сегодня у нас по одному из современных календарей 10 октября 2017 года, вторник. По одному из старинных 20-й день месяца Божественного Начала, 7526 лета. Начинаемся живой эфир, посвященный теме «Экологичное питание. Ключ к духовному восхождению». Автор-сказительница Любава Живая. Здравия тебе, Любава! Добрый вечер! Мы с тобой говорили уже в эфире, и не только с тобой, на разные темы, но пока ещё как-то про питание и про экологичность не поднимался у нас вопрос. Почему именно такая тема сегодня у нас появилась в эфире? Я думаю, что питаются все, и это будет интересно каждому узнать, как питание влияет на здоровье и на духовность. Мы заявили тему, как «Экологичное питание – ключ к духовному восхождению». И понятно, что человек, если он хочет духовно развиваться, он должен понимать, что это и забота о теле, и о Душе, и о Духе, то есть обо всём в трехглавии, о сознании. И питание является как раз такой важной гранью жизни, важным аспектом, который присутствует в жизни каждого человека. И от этого очень сильно зависит от того, как он питается, как он будет развиваться духовно. Хочу вот эту тему раскрыть, потому что многие авторы и, скажем так, даже люди, которые занимаются питанием, не очень связывают эти две грани. А у меня в этой области богатый опыт, и хочу им поделиться. Ты знаешь, как-то на питание есть разные такие, на мой взгляд, противоречивые, вполне противоречивые представления. К примеру, я слышал от людей, которых считают довольно-таки посвящёнными в некоторых вопросах людьми, такое высказание, «Никаким образом питание не влияет на развитие человека». Сколько вы там эту гречку не кушаете, всё равно вы вот такими и останетесь, если не будете там развиваться. И сколько вы, к примеру, не едите какой-то там другой еды, которая вот, может, там йоги где-то питает, всё равно вы такими и останетесь. И наоборот, слышал мнение противоположное, вот похоже на то, что сейчас сказала, что то, что мы едим, те, в общем-то, мы и есть. И от этого зависит, в частности, не только физическое наше здоровье, но и ещё энергетическое здоровье, и духовное какое-то возрождение, духовное продвижение, развитие и так далее. Да, именно поэтому я как раз и хотела раскрыть эту тему, потому что всё-таки я являюсь специалистом в этой области, уже 15 лет занимаюсь этим вопросом профессионально. И какое-то время прошло, и стали интересовать не только физические аспекты, но и другие душевные, духовные моменты, как питание влияет на них, и как с помощью питания вот этого инструмента можно, в общем-то, духовно расти. У меня был такой опыт, и я хочу им тоже поделиться, потому что личный опыт — это очень важно, как я считаю, потому что практика — критерий истины, как известно. И ещё у меня такой подход сложился за эти годы, что не считаю, что каждому человеку подходит именно определённое какое-то идеальное питание, и считаю, что питание как раз подбирается, исходя из того, как человек живёт, что он из себя представляет, как он практикует, чем занимается. Ну и мы об этом как раз будем говорить. И именно в этом кроется как раз и ответ, почему такие разные мнения, почему люди говорят по-разному. Вот я надеюсь, что наша концепция экологичного питания, она как раз охватывает все типы питания и сможет у наших слушателей сформировать определённое такое логичное объяснение, видение, как же всё-таки это устроено. В общем-то, этим занимается наша школа здорового экологичного питания, тем, что рассказывает людям в общем всю эту концепцию, понимая каждую часть в деталях, то есть разные виды питания, а их около тысячи различных типов и систем питания, как известно. И мы подходим и с научной точки зрения, и с духовной точки зрения, объединяя в себе эти два подхода. Поэтому я надеюсь, что мы сможем раскрыть разные вопросы. Будет интересная передача. Мало того, ещё очередная песня заготовлена, вот я сейчас смотрю, присланная от тебя. Она у меня помечена как «Экологичное питание». Да, всё верно. Твои же слова в исполнении Цветаны. Мы в каждой передаче, как это уже хорошая такая манера у нас, такая традиция хорошая, слушаем песни в исполнении Цветаны. Ну вот я уже подготовил ту песню, так что когда ты будешь готова музыкальный перерывчик сделать, небольшую музыкальную паузу, мы тогда и послушаем эту песню. Ну что ж, не буду больше умничать, не буду больше надувать щёки и как-то так отвлекать наших слушателей и зрителей темы. Уже предлагаю тебе брать бразды правления ну и семимильными шагами в светлое будущее для сэкологичным питанием. Пожалуйста. Благодарю, Алексей. Я думаю, что мы сделаем паузу между теоретической частью и ответами на вопросы. Вставим туда песню, так договоримся. А сегодня мы хотим в эфире раскрыть тему экологичное питание и духовность. И как я считаю, что экологичное питание является ключом к духовному восхождению, потому что каждый из нас кушает каждый день несколько раз в день и может с помощью этого ключа делать в том числе и духовные практики, которые помогут ему в духовном росте. Вообще хочу объяснить, что такое экологичное питание, потому что, может быть, для кого-то это слово вообще звучит странно. Его не существовало где-то до 2005 года, пока я не стала писать свою научную работу и не встал вопрос, как же назвать то, чем я занимаюсь. И как раз мне такое слово пришло, экологичное питание, именно экологичное. Оно образовалось из двух слов. Это «экос» от греческого слова «дом» и «планета Земля», как известно. И логичное — это не нужно объяснять, это значит естественное, разумное питание. И экологичный подход, он именно в том, как бы не только как питание полезно для самих людей, живущих на планете, но и то, как оно влияет на Землю. Поэтому и такой подход, и такая песня у нас сформировалась, в которой есть слова «экологичное питание» «спасёт всё мироздание». На самом деле это так, потому что то, как мы относимся к нашей планете, так и мы получаем, скажем так, в своей карме обратный эффект, как к нам относится планета, как она нам несёт духовные энергии, и как она нам помогает. Она же живая, мы это уже говорили ранее, когда рассказывали о родных богах и богине Макоши. И вот сегодня как раз хотелось бы раскрыть вот этот вопрос, как же экологичное питание влияет на духовное восхождение. Для этого я предлагаю слушателям рассмотреть такую концепцию жизненного питания, которое хорошо наглядно представлено в схеме, но, к сожалению, мы по радио не можем схему вам показать. Если кому визуально очень важно видеть информацию, чтобы её лучше осознавать, можно зайти на мою страничку, там есть пост, который мы выпустили, посвящённый этому эфиру, и там как раз эта схема находится, её можно рассмотреть. Я вкратце расскажу, постараюсь объяснить, что на ней изображено. То есть я рассматриваю вообще любое явление в жизни как определённое видоэнергии, обладающее определённым видом и свойством. То есть это волна энергетическая. И даже мы в физическом нашем теле, в духовных телах — это волны, волны энергии. И, скажем так, поэтому на этой табличке у меня всё представлено в виде спектра. То есть есть определённые переходы между цветами, и вот по этим цветам я разместила как раз разные виды питания. Вы можете представить себе такую наклонную шкалу восходящую. Можно представить себе, например, склон горы, где, соответственно, есть поверхность у основания и поверхность там где-то в вышине. И вот если вы представите себе, то можете у основания в своём сознании разместить такой тип питания, как общественное питание, общепит. А дальше мы, если будем подниматься выше, в гору, то мы можем там разместить традиционное питание, это то, как люди питаются традиционно в обществе, это какие-то смешанные продукты, ну сами понимаете, там котлеты с макаронами, там мясо с картошкой, там рыба с рисом и так далее. То есть то, что традиционно принято и считается обычным питанием. Дальше мы можем разместить раздельное питание. Это когда человек начинает немного подниматься и осознавать, что можно разделять пищу, и так она лучше усваивается. Есть много авторов, которые пишут на эту тему. А дальше мы размещаем какую-то ключевую точку. Это переломная точка, после которой начинается уже экологичное питание. Это вегетарианство. Я думаю, что многие знают, что это, но я повторюсь, что вегетарианство — это отказ от употребления мясной пищи. Но при этом употребляется животная пища, яйца, иногда у лактовегетарианцев молоко и другие виды продуктов. Есть веганство, которое идёт ещё выше, в гору. Это употребление растительных продуктов, не молочных и, соответственно, не яиц. И дальше у нас располагается сыроедение, питание только сырыми овощами, фруктами, крупами и так далее, то есть без животных продуктов. И дальше совсем высоко в горах у нас где-то бретарианство или, как известно, больше под названием сенсоедение, праноедение, то есть такие более тонкие типы питания и менее распространённые. То есть всё вот это на шкале размещено. И, естественно, если переходить к вибрациям человека и вибрациям типов питания, то можно соотнести это как… Ну вот есть люди более низких вибраций, они видны в обществе. В общем-то, каждый может, наверное, почувствовать эту разницу. Например, люди каких-то более грубых профессий, там грузчики, к примеру, или там шахтёры и так далее, то есть у них более приземлённая такая, скажем так, энергетика. И есть люди более тонковибрационные. Это, например, художники, поэты и так далее. То есть люди, которые… Ну, допустим, духовные учителя, которые более утончённые, скажем так. И, наверное, каждый из зрителей чувствует эту разницу. Вот у нас так разнообразно устроено на планете, что мы как раз развиваемся духовно, поднимаясь по вибрациям. И чем выше у человека вибрации, тем он, скажем так, более духовно развит. Вибрации являются неким показателем. И то же самое вот типы питания, которые мы с вами разместили по вот этой вот… по склону горы, будем образно говорить, они тоже имеют различные вибрации. И внизу, у подножней горы у нас самое низковибрационное питание. Это общественное питание, общепит. Я потом объясню, почему это не самое низковибрационное. И, соответственно, на высоте у нас, на горе, там как раз про наедение самое высоковибрационное питание. Я думаю, что вряд ли мы с этим будем спорить. Ну, как бы это интуитивно ощущается, не требуя доказательств. Вот что, собственно говоря, в концепции жизненного питания хотела отобразить. Дело в том, что вот человек в идеальном варианте… Вот у нас, да, там мы разместили вот этот переходный период где-то, да, посередине склона. А это точка рождения человека. Ну, как я образно на себе обозначила. И вот в естественном варианте и в том, как развивается сейчас человек в современном обществе, есть значительная разница. То есть когда человек развивается по современному типу представлений о питании, он, значит, рождается в этой точке, где-то посередине горы. И у него, естественным образом, там где-то в 6-8 месяцев, я уже сейчас не слежу за медиками, как они сейчас рекомендуют, но вот где-то лет 10 назад они рекомендовали в 6 месяцев делать ребёночку мясной прикорм. То есть человек автоматически начал двигаться вот из этой точки рождения, где он вегетарианец. То есть он изначально вегетарианец, потому что питается материнским молоком. Он начинает двигаться вниз горы, то есть на мясоедение. И ему предлагают мясной прикорм, а, соответственно, мясоедение — это то, что вызывает у человека подсознательный страх. То есть страх становится ключевым фактором, который влияет на сознание человека. Почему? Потому что животных убивают, мы это знаем, и передачи об этом сейчас много, и фильмов разных, и статей. И убивают животных совершенно неправильно, потому что их содержат на фермах, они знают о своей смерти приближающейся, потому что это передаётся из поколения в поколение, этот опыт. И животные уже знают, что их будут убивать. Их мучают перед смертью, и, соответственно, вот эти энергии, мучения и страха, они заложены внутри, в крови, скажем так, этих животных. Кровь у нас сейчас чаще всего, извиняюсь, не спускают из мяса, как это делали раньше, и продают прямо так. То есть люди, которые питаются такой едой, они как бы в себя приносят вибрации страха. И, соответственно, эти вибрации их начинают спускать вниз по склону, то есть они начинают не духовно восходить, а духовно проваливаться. То есть мы понимаем, что, в принципе, это естественно для тех условий, в которых мы живём, потому что такие условия на Земле. Мы сейчас живём не в самые благостные времена. И, соответственно, мясоедение проваливает человека, и потом он растёт, развивается, начинает питаться, как все, переходит в традиционное питание ещё ниже. Это привыкает есть какие-то… У него пропадает естественный вкус, и привыкает есть какие-то смешанные типы пищи. То есть, как я уже перечисляла, сосиска с рисом. Они несовместимы, в принципе, и любой физиолог это знает, который хоть немного изучал натуральное питание, там, нутрициологию, что у нас продукты, которые содержат преимущественно белки, и продукты, которые содержат преимущественно углеводы, они вместе перевариваются достаточно плохо и долго. И всё это ведёт к загрязнению организма и к токсикозу. То есть это известный факт, это можно прочитать и Шелтона, и других авторов. На эту тему написаны целые тома. То есть, соответственно, вот это несварение внутреннее, ведущее к токсикации, оно приводит человека к слабости. То есть, в принципе, даже есть такая поговорка, «после вкусного обеда по закону Архимеда детская считалочка полагается поспать». То есть почему поспать? Потому что возникает слабость, и нужно человеку выделить время на отдых после принятия пищи. То есть это вообще разумно никак не объясняется, но не воспринимается. То есть если у тебя слабость, значит, ты отравлен, значит, что-то ты не то делаешь. Но люди это как бы не соотносят, как правило. Если специально не погружаются в эту тему. И вот эта слабость ещё больше проваливает человека, потому что у него не хватает сил ни на духовное развитие, ни на выполнение своего предназначения. То есть мы и так как бы чаще всего у нас люди задействованы в системе, работают, трудятся весь день. Потом они приходят, потом они ужинают, и потом у них уже больше ни на что сил не хватает. Поэтому человек спускается и проваливается ещё ниже. И в конце концов, скажем так, как может дойти до такого низковибрационного питания, как общепит, который, в принципе, вызывает в итоге зависимость. То есть если начинаешь питаться в Макдональдсе или где-то ещё, то там специально добавляют определённые добавки, Е-добавки разные, усилители вкусов и так далее, стабилизаторы, красители, усилители запаха, чтобы человек привык к этой пище. И вот именно к этому типу питания уже, когда человек подходит, там от своего вкуса и ощущений, острых ощущений от естественного вкуса пищи ничего не остаётся. То есть вот эти добавки, они просто смещают вкус в более, скажем так, грубые области. И хочется уже чего-то такого, каких-то экстрагенов, которые сильно влияют и сильно тебя в итоге проваливают. Потому что общепит — это известно. Я специально работала в общепите, знаю, что это такое. То есть там никогда не будут готовить самое лучшее для тебя. Какой бы это ни был прекрасный ресторан или кафе, или сертифицированное предприятие, всё равно там законы экономические больше действуют. И это, конечно же, не домашнее питание. И поэтому в итоге человек впадает в эту зависимость и, собственно говоря, это является как раз самым низким уровнем питания. Поэтому и подниматься, скажем так, из этого, если человек уже там, если он привык к кафе, к ресторанам, к быстрому питанию, к фастфуду, именно нужно постепенно через вот эти ступеньки, которые я сказала. То есть переходить на традиционное домашнее питание, потом на натуральное питание, на раздельное питание, да, и постепенно приходить к вегетарианству. То есть вот это вот будет для человека такой путь восхождения. И, скажем так, я расскажу, как это должно быть, ну по моим представлениям, опять же, как это должно быть в идеале. Опять же, в середине горы мы с вами оказываемся, человек рождается и становится вегетарианством. То есть он, естественно, вегетарианец, потому что мама его кормит грудным материнским молоком. Хотя это, конечно, вегетарианство условное, потому что, в общем-то, в материнском молоке там 90-95% воды и только 5% веществ. То есть это ещё и проническая какая-то составляющая там присутствует, потому что ребёнок на вот этой пище, он растёт не по дням, а по часам, и фактически только на воде. Ясно, что тут процесс больше, скажем так, эзотерический, чем научный. И вот развиваясь в этом материнском молоке, ребёночек наращивает как раз своё тело, занимается телом. Когда он становится уже взрослым, ну более-менее в годик или в два годика, когда у него появится пищевой интерес, он начинает пробовать пищу, естественные продукты — это те, которые есть в природе. И поэтому он становится автоматически сыроедом, и употребляет там разные плоды прежде всего, потому что мы существа плодоядные, это известно. То есть наше видовое питание — это плоды растений, фруктовых и так далее, и орехи. Это наше, скажем так, то, что нам природой предназначено. И вот на этом сыроедении он наращивает свою силу. Сила растёт, скажем так, энергетика растёт, ребёнок тоже растёт, и в итоге проживает так жизнь на своём высоком уровне. И к какому-то моменту времени, когда у него все системы внутренние развились, и он научился управлять своими энергиями, делать какие-то практики дыхательные и другие практики энергетические, он уже может постепенно переходить к проноедению, солнцеедению, и делать это пусть не основным типом питания, но, скажем так, вспомогательным. И вот человек уже в старости, когда он готовится к смене мерности, к переходе в другие миры, он уже естественным образом должен отказываться от еды, ну может отказываться от еды, скажем так, и готовится уже к воплощениям в других мирах, менее, скажем так, плотных. То есть вот это вот то, что мы сейчас рассмотрели, это как раз и есть концепция духовного восхождения с помощью типов питания. Но что хочется здесь сказать, чтобы люди, может быть, как-то не расстраивались, если они питаются, допустим, не самым высоковибрационным видом. Дело в том, что все наши души живут и развиваются по-разному. И кто-то прожил там большой опыт жизненных воплощений, кто-то только начал свою эволюцию на Земле. И поэтому от этого зависит, какой опыт был в прошлых жизнях. И поэтому одним легко перейти на какой-то из видов питания высоковибрационных, а кому-то под влиянием общественного мнения, вот этого коллективного, бессознательного, достаточно трудно, потому что такого опыта нет. И вот для тех людей, которые, скажем так, питаются неправильно, но по своим структурам это им не подходит, но я знаю, что есть достаточно много таких людей, тем более в наших кругах, кто интересуется духовностью, люди могут постепенно вот так вот переходить, двигаться по шкале вот этого питания, и процесс перехода тогда будет естественным. Могу по опыту сказать, что я прошла вот эти все типы питания и, скажем так, прошла не быстро, там проскочила, а именно изучила каждый тип питания, скажем так, освоила кулинарию, может быть, даже какие-то свои новые наработки внесла. И я знаю, что переходить таким образом это гармонично, естественно, надёжно и без откатов. То есть получается так, что поднимаясь вот по этой горе постепенно, ты естественным образом эволюционируешь, и необязательно здесь проявлять большую силу воли, как если бы это делалось, например, какими-то скачками из общепита сразу перескочить на проноедение, потому что это тебя зажигает, включает. Потому что в таких скачках чаще всего бывают откаты, и человек потом разочаровывается вообще в принципе в любом из экологичных типов питания из-за того, что получил какой-то неуспешный опыт. Но есть, конечно, люди волевые, у которых сила воли достаточно сильно развита, и они, если верят, знают, то действуют. Просто таких людей, как по моей практике, опыту, достаточно небольшой процент. И для всех больше интересно именно концепция поэтапного перехода. И в этой концепции человек понимает, что он себя никак не ущемляет. То есть он просто кушает то, что в принципе чуть лучше, чем он кушал вчера. И так он постепенно, каждый день улучшая своё питание или улучшая его какими-то периодами, духовно растёт и развивается. А почему духовный рост происходит? Я уже говорила, что он происходит, потому что человек поднимается по вот этой горе. Но здесь опять же хочу заметить, что я занимаюсь духовным развитием и помогаю не только себе, но и другим людям как целитель достаточно долго. И я понимаю, что питание — это не единственный ключик и не единственный аспект. То есть у меня получилось духовно расти до какого-то предела с помощью именно питания. Я думаю, потому что у меня для этого было предназначение. То есть моё предназначение было именно в том, чтобы пройти и вот таким образом понять, что это сильно влияет на духовный рост. Но все люди разные. Я уже говорила, у всех разное предназначение. Поэтому, скажем так, только на питание рассчитывать, что именно оно поможет подняться всем подряд — это неправильно, с моей точки зрения. То есть надо об этом знать. Надо знать, что экологичное питание, оно, скажем так, имеет два аспекта. Это как что первичнее — курица или яйцо. То есть влияет ли экологичное питание на духовность? Или питание — это следствие духовности? То есть тут ответ и то, и другое. Потому что питание — это инструмент. Если его правильно использовать, то да, оно, конечно же, влияет на духовность. А если человек не верит в то, что оно влияет и не использует этот инструмент, конечно, для него это вроде бы влиять не должно. Но на самом деле тело очень сильно держит. Я хочу сказать, что в книге «Экологичное питание. Натуральное, природное и живое» как раз рассказывается о том, что человек с сознанием связывает вот эти три плотика, три глава — тело, душу и дух. То есть единое целое. И вот представьте себе вот эти три плотика, чтобы духовно расти, я рассказывала об этом в книге, нужно двигать желательно как бы без большого отрыва друг от друга. То есть если эти плотики развивать одномоментно, то в принципе в три главе не будет дисбаланса, и вибрации души, духа и тела будут расти одновременно. Это очень гармонично, потому что мы сами понимаем, что когда есть разбалансы, какие-то перекосы, нас может, скажем так, слегка носить из стороны в сторону. Это неустойчивое положение. А если всё развивается гармонично и поступательно, то мы чувствуем устойчивость. И в этом есть большой смысл, потому что у нас достаточно сильный, сильно высокий темп жизни. И если ещё и стресс включить в области каких-то разбалансов в духовных и физических телах, то будет совсем трудно жить. То есть я думаю, что это ни к чему. Мы видим часто там, например, сыроедов, которые силой воли переходят на сыроедение, и это здорово, но возникает в организме большой стресс, потому что и, в общем-то, идёт истощение иногда, потому что микрофлора человека не успевает так быстро подстраиваться и тянет на какую-то варёную еду по привычке, потому что организм так питался, и так питались недавние наши предки, родители, дедушка, бабушка, и, естественно, это генетика, и там это записано, и, соответственно, пока организм перестроится, нужно время, он ещё должен поверить в это и должны пройти определённые процессы. И если человек не понимает и не относится к себе более лояльно, он может очень сильно подорвать здоровье в этом переходе, потому что идёт истощение, не хватает каких-то веществ из-за того, что не всё как следует усваивается и переваривается, опять же, из-за недостатка микрофлора. Но все эти вопросы решаемы, просто надо подходить очень мудро ко всему и без фанатизма. То есть перестроить микрофлору это достаточно просто сейчас, потому что уже эта тема давно стала известной, популярной, где-то примерно лет 5, наверное, 7, как она, наверное, 5 лет, да, может быть, больше, как она начала развиваться. Но раньше об этом совершенно не было информации, а сейчас интернет полностью как бы всякими разными рецептами и так далее обеспечен. Можно там всё это находить и узнавать. Но хорошо, когда есть в голове вот такая концепция, чтобы человек мог осознанно двигаться, развиваться и понимать, что любые откаты от такого питания это нормальные и естественно. И если это происходит, значит, человеку просто нужно закрепиться, ну, скажем так, на каком-то определённом уровне, получить опыт, что действительно он правильно двигается. Ведь мы знаем, когда вот мы поднимаемся по горе, ну, может быть, туристы есть среди слушателей, там, альпинисты, если нет, то поверьте на слово, мы поднимаемся в гору и, ну, альпинисты любой скажут, что нужна акклиматизация, то есть он делает вылазку, поднимается вверх, а там дышит разреженным воздухом и спускается вниз. Там ночует, и у него за это время происходит некая адаптация. И когда вот эта адаптация уже произошла, он может дальше поступательно подниматься всё выше и выше. И таким образом он не истощается и делает это, скажем так, эффективно. Поэтому я тоже предлагаю вот такой вот из туристического опыта подход. ещё хотелось бы поговорить как раз вот в этой концепции о том, что очень сильно отягощает в развитии именно вот эти, ну, чтобы человек мог двигаться в более высоковибрационные типы питания, это паразиты. И паразиты, как мы знаем, они бывают и духовные, и душевные, и телесные. И вот телесные паразиты не дают развиваться, как бы у нас мир создан по образу и подобию, всё связано, и если есть физические паразиты, значит, есть и духовные паразиты. То есть и наоборот, если есть духовные паразиты в теле, тоже паразиты будут, потому что это причинно-следственные связи, это тоже аксиома, не требующая доказательства в эзотерическом мире. И мы понимаем, что если мы, скажем так, спускаемся и питаемся неправильно, смешанно, например, традиционно, или в общепите, или мясо едим, то мы понимаем, что это наша пища не видовая, и рано или поздно настанет тот момент, когда организм начинает загрязняться, и наши очистительные и выделительные системы перестают справляться с этим потоком токсинов. Если у нас в начале жизни, скажем так, энергетика большая, и мы можем это ещё как-то перерабатывать, то со временем энергетика всех органов, особенно к старости, к пожилому возрасту, она снижается, и нести такую нагрузку уже практически невозможно. И вот представьте себе, да, вот эти вот паразиты, и человек занимается духовным ростом, то есть у него физика очень сильно зашлакована, загрязнена, а он делает духовные практики, и получается очень сильный разрыв между этими плотиками, между частями три глава. И в этом случае вы можете представить себе плотик тела, души и духа. И вот духовное растёт, например, человек делает духовную медитацию, практику и так далее, поднимается, а тело его не пускает, тянет вниз. То есть это является сразу же каким-то ограничивающим фактором. Я вот могу сказать на своём примере, я как бы раньше питалась, как и все традиционно, и лет 15 назад как раз совершился вот этот вот переход, мы стали отказываться от мясной пищи, но главным процессом было то, что мы сделали всей семьёй очищение организма. Вот просто мне, ну как бы я искала способы быть здоровой, и нашла вот книги Семёновой Надежды Алексеевны, и, скажем так, сделали очищение двухнедельное с клизмами, со всеми вот этими вот вещами, травами, противопаразитарную чистку, с дыхательными гимнастиками и так далее. А вышло где-то 10 килограмм шлаков у меня лично. И после этого я вышла гулять на улицу. Я гуляла каждый день, я не могу без природы, и я поняла, что я увидела космос. То есть передо мной открылась какая-то новая мерность жизни, то есть вот две недели вот эти длились, и как раз в какой-то из моментов это оказалось не просто природа, а просто вот случился какой-то прорыв такой осознанности. И это, наверное, тот духовный опыт, который очень трудно описать, но открылся мир новый, открылось новое видение, новое осознание, где мы живём. То есть произошёл некий скачок просто от двух недель чистки. Поэтому я и писала в посте, когда рассказывала об этом эфире, что на первых этапах в принципе ощущения достаточно сильные, и связь между, ну ощущается сильно между питанием и духовностью. То есть я её, по крайней мере, так ощутила. Ну и, конечно же, люди, которые тоже идут этим путём, они рассказывают о том, как вибрации растут, и появляются новые ощущения, открываются какие-то другие мерности. И процесс этот для меня естественный, понятный, а для кого-то он вызывает удивление. Поэтому чистота, скажем так, физического тела — это очень важный аспект, потому что мы веду получаем, воспринимаем мироздание не только нашим сознанием, не только душой, сердцем или разными органами чувств. Мы ещё их и ощущаем через все наши клеточки. То есть все наши клеточки в идеале должны общаться с миром. И тогда есть такое ощущение присутствия в этом мире, ощущение общения с природой, ощущение общения с речкой, если ты в ней купаешься, с воздухом, в котором ты находишься, со средой, со пространством и так далее. Если клеточки забиты, если они загрязнены, зашлакованы, то, в общем-то, это общение не происходит. Клетки болеют, и им как бы не до общения совершенно. Поэтому очень важно поддерживать свою чистоту для духовного роста, и очень важно растить свою чистоту вибраций. Ещё хочу сказать такой важный момент, что, скажем так, о котором я нигде не читала, это исключительно из личного опыта, но, может быть, кстати, мне потом мне как-то говорили, что иностранные авторы, эзотерики, тоже этот момент увидели, что когда мы очищаем свой кишечник, печень и так далее, своё физическое тело от шлаков, мы этим каким-то образом очищаемся и на тонком плане. Ну, опять же, потому что все планы наши связаны друг с другом. И, например, сейчас я понимаю, что одним из хороших инструментов против кармы, опустившейся, в тяжёлые периоды жизни, может служить банальная клизма. То есть, наверное, кто-то надо мной будет смеяться, но если проверить, это так. То есть, если поделать клизмы, то очищаются и тонкие тела, и вот это общее состояние тяжести, которое наваливается при опустившейся карме, оно уходит, и жизнь улучшается. То есть, я могу это объяснять долго, как это происходит и как это взаимосвязано, но думаю, что это, наверное, не имеет большого смысла. То есть, поэтому для духовного роста важно не только питание, это главный аспект, потому что с помощью питания мы как раз решаем, в зависимости от того, какой тип питания, загрязняться нам или нет, или очищаться с его помощью. Но ещё есть такой важный аспект, как очищение организма, он тоже для духовного роста очень важен и влияет. И здесь ещё вот в этом аспекте хотелось бы заметочку сделать, потому что я очень часто вижу в интернете, как и на фестивалях различных, на ярмарках, где мы участвуем, что люди не едят лук, чеснок и какие-то такие полезные продукты противопаразитарные, считая, что это как-то повлияет на их духовность. Тут меня, конечно, может быть, большинство осудит, но на самом деле по моему опыту личному и опыту всего окружения, людей, которых я вела, я считаю, что именно лук и чеснок, наши традиционные продукты, которые у нас растут в нашей полосе, они являются очень сильными противопаразитарными продуктами и действуют не только на физическом плане, но и на энергетическом, отпугивая сущности. Наверное, видели в фильмах, бывают ожерелья из чесночных зубчиков, то есть это то, что отпугивает нечисть от нас. И употребление чеснока и лука, я считаю, что это наоборот, духовная практика, это полезно, это нужно делать, и это помогает какие-то моменты отрегулировать, помочь своей микрофлоре, поддержать её, помочь справиться с патогенной микрофлорой, с вирусами, бактериями, которые есть в осенне-зимний период и весной ранние, переходные периоды. То есть вот это, я считаю, что нужно есть, и это на духовность только положительно влияет. Хочу сказать, что есть такая грань питания, как питание по варнам. Наверное, многие из вас, слушатели славянского радио, наверняка знают, что есть различные варны. Варна — это, скажем так, вкус к счастью человека, уровень развития его души. Есть варны тружеников, варны веси, витязи и ведущих. И вот, скажем так, самая низковибрационная варна — это варны тружеников. Самая высоковибрационная — это варна ведущих. И, соответственно, есть какие-то промежуточные стадии витязей и весей. Если вы относитесь к какой-то из этих варн, ваше питание от этого тоже будет зависеть. Это то же самое, что и зависимость от эволюционного уровня развития. То есть если вы ведущий, и вам нужно обязательно общаться с Духовным миром, а весь Духовный мир у нас находится выше по вибрациям, чем человечество, чем люди, и я имею в виду светлый Духовный мир, а Боги прави — это вообще очень высокие вибрации, на порядке выше, чем вибрации человека, то, соответственно, чтобы общаться легче, и Духовному миру с вами было легче общаться, и вам его воспринимать. Надо постоянно развиваться и двигаться эволюционно по вот этим вот частотам. И, соответственно, для ведущего характерно более высоковибрационное питание — это сыроедение или солнцеедение, праноедение и так далее. Но это, скажем так, становится со временем обязательно по мере духовного роста, то есть это становится необходимостью, иначе ты чувствуешь, что тело отстаёт от Духа и Души. Вот эти плотики разбалансируются, а любой разбаланс у нас ведёт к болезни. То есть если человек не движется дальше, то он будет просто болеть. И, соответственно, если у тебя варно тружеников, и не нужно такое серьёзное общение с Духовным миром, то можно просто оставаться на вегетарианстве, то есть питать своё тело, скажем так, больше, чем Дух. Это тоже нормально и естественно. И внутри самого вегетарианства можно развиваться тоже очень достаточно долго и интересно, потому что есть вегетарианство, скажем так, полезное, которое приводит к здоровью, а есть вегетарианство вредное, на мой взгляд. То есть, например, какие-то смешения риса и бобовых достаточно проблематично усваиваются, тем более, когда это всё заправлено сгущёнкой и какими-то явно неестественными, неживыми продуктами. И это всё тяжело переваривается и тоже может вести к заболеваниям. Поэтому за это, в общем-то, вегетарианство и ругают, не заслужено. Просто вегетарианство должно стремиться к веганству, так или иначе. И в этом тоже есть развитие. Но по сравнению с мясоедением, естественно, вегетарианство это на порядок выше. Если человек на него перешёл, то это уже большой, очень сильный плюс для него. Со временем, когда человек двигается по вот этим типам питания и приходит уже в область экологичного питания, по моим наблюдениям и по многим наблюдениям наших единомышленников, человек начинает, скажем так, естественно, воспринимать, что ему полезно, а что вредно. То есть появляется так называемый, ну я его называю биорезонанс. Резонанс наших клеточек, наших органов на какие-то продукты, которые полезны, а какие нет. То есть чувствительность повышается, и ты уже сам как прибор чувствуешь, что тебе нужно есть, а что не нужно. И здесь я уже, как писала в книге «Экологичное питание», уверена в том, что здесь можно переходить на инстинкты. То есть я в книге задавалась вопросом, питание у нас инстинктивное должно быть или осознанное. Вроде как бы это инстинктивный процесс, но мы его делаем осознанно, используя какие-то концепции, какие-то теории и так далее. И вот моя теория, она, скажем так, простая, но люди говорят, что ну как же так? Ведь питание — это инстинкт, что хочу, то и ем. И некоторые говорят, что полезно всё, что в рот влезло. То есть если ты смог это съесть, значит, ну как бы тебе это полезно. На самом деле, скажем так, человечество отошло от инстинктов, отошло от естественного образа жизни. И инстинкты, они исказились. Они исказились с помощью, скажем так, стереотипов, с помощью рекламы навязчивой, которая в сознание наше там забивает что-то, да, там изо дня в день люди смотрят телевизор и поддаются вот этому влиянию. Поддаются влиянию той среды, в которой они находятся. Потому что мы знаем, что дети там, сыроеды, родившиеся в семье сыроедов, они как бы другого не едят. Для них это уже не еда. И также мясоеды, как бы родившиеся в семье мясоедов, будут спокойно есть мясо, даже не подозревая о том, что можно питаться как-то иначе, если им кто-то об этом не скажет. Поэтому вот таким образом, скажем так, мы постепенно приобретаем некий резонанс и приходим в состояние, когда мы сами понимаем, осознаём, какая пища нам нужна. То есть питание становится сначала осознанным, а мы выбираем пищу с помощью логики, как бы разумности, обоснованности, систем каких-то, и доводим свой организм до такого состояния чистоты, чтобы включился естественный биорезонанс. И тогда можно полагаться на свои инстинкты и следовать им. И это происходит на самом деле, потому что когда ты приходишь к этому типу питания, ты уже чувствуешь, какая травка тебе нужна, сколько, в каких количествах. Начинаешь осваивать какие-то новые виды пищи, например, дикоросы. Ну вот дикоросы пришли в наше питание, в нашу жизнь довольно-таки давно. И тоже таким естественным образом просто я гуляла по парку и ощутила, скажем так, очень интересный запах крапивы, молодой свежей крапивы весной, которая выглядывала из-под снега и очень сильно привлекала и тянула. И вот я набрала крапиву, оказалось, что там ещё растут какие-то травы. Мы всего вот этого собрали и покушали, скажем так, всей семье это понравилось. Потом я стала изучать этот вопрос и открыла для себя целая область питания, неосвоенную. Это вот питание дикорастущими травами и съедобными растениями. Проводим ежегодно, я стараюсь каждый год проводить большой мастер-класс по обучению дикоросами в нашем родовом поместье. И люди с радостью питаются с этой пищей целый день изучают травы, делятся опытом, рассказывают, как это полезно и позитивно влияет на человека. И вот ведь на самом деле растения являются адаптогенами и помогают нам адаптироваться к изменениям окружающей среды. А мы сейчас знаем, что сейчас наступает светлое время, вибрации планеты растут, и мы, скажем так, автоматически должны как-то подстраиваться под эти вибрации. Но чтобы подстраиваться всё лучше и лучше, нам нужны именно те, кто воспринимает эти вибрации, информацию непосредственно, не переработанно, а вот в первом, скажем так, поколении, они воспринимают от солнышка. То есть солнышко посылает лучи, и вот фотосинтез, скажем так, приводит к тому, что вот эта солнечная энергия, эта солнечная информация от Дашбога, она сохраняется в зелёных листочках. И, ну, как бы кушая, да, вот эти растения, мы получаем эту информацию напрямую. Если мы едим животную пищу, там тоже молоко или яйца и так далее, или мясо, всё это уже переработано животным, и там информация как бы утрачивается и теряется, мы её не получаем. Поэтому зелень, даже если человек мясоед, особенно лесная зелень, очень полезна для духовного развития, для души. Мы же знаем, что мы, скажем так, питаем, когда кушаем, мы питаем не только физическое тело, но и питаем душу, и питаем дух. Может быть, многие, конечно, об этом не слышали раньше, но это так. На самом деле диетологи говорят исключительно о том, что идёт питание физического тела, и этому аспекту уделяют очень много времени и внимания, говоря о том, что нужны нам белки, жиры, углеводы, витамины, ферменты и так далее. Но на самом деле у нас ещё есть душевный аспект, и в душе очень важно именно то, как выглядит пища, какую она вибрацию несёт, как она представлена, украшена, подана. И самое главное, есть ли в пище любовь, то есть любовь, с которой она приготовлена. И если продукт приготовлен с любовью, то тогда он является самодухотворённым, как бы душа туда вложена, человека, который готовил, и он сам по себе является развивающим. Вот наша мастерская изготавливает хлебцы, которые делают из пророщенных зёрен и разных овощей, зелени. Мы делаем это вручную и вкладываем любовь. Это является основой нашего предприятия, именно вручную в приготовлении с любовью. И люди говорят о том, что от этих хлебцев у них происходят какие-то изменения внутренние. И именно в этом и является как раз наша цель. Потому что кто-то рассказывал, что начал рано вставать. Раньше не мог вставать, а тут вот, ну, понятно, там идут какие-то процессы оздоровительные и так далее. Но тем не менее это произошло резко, и для человека это явилось ассоциацией, что он ел и так далее, стал рано вставать, встречаясь расцветы. Когда человек готовит, вот хозяйка дома готовит пищу с любовью, она поднимает всю семью. Ну и какие-то качества, которые она может наработать, будучи там одна дома, скажем так, не ходя на работу в систему, сохраняя вот этот вот домашний уют, она может передать с пищей другим членам семьи, которые вынуждены это делать, мужу своему и так далее. И таким образом идёт обмен вибрациями, информацией и любовью, и вся семья духовно растёт, как единое целое. То есть это тоже вот эко-кулинария, важный аспект, который я вот и в книге раскрываю, говорю об этом. Это очень важно, так же, как и важно эко-сознание, эко-продукты. Продукты, которые мы выбираем, тоже должны быть экологичными. И что я хочу сказать, что Дух тоже у нас питается, и Духу очень важна именно вот эта праническая составляющая пищи. И в индийской культуре, наверное, многие знают, когда приготовляется пища, читают определённые мантры, посвящают пищу Богу перед принятием, то есть предлагают Ему, чтобы Он её осветил своим присутствием. То же самое в ведруской традиции. То есть мы, когда готовим пищу, поём колословы, читаем молитвы, поём духовные песни, и, соответственно, это напитывает нашу пищу вот этой энергией такой одухотворённой, пранической. И то же самое, ну как бы важно из того, важно то, из каких продуктов эта пища приготовлена, это экопродукты должны быть, и желательно, чтобы эти экопродукты были выращены в родовом поместье, потому что это самый идеальный вариант, чтобы они росли в условиях пространства любви. Потому что, ну как бы, пища, выращенная с любовью, она уже несёт в себе определённые вибрации, она несёт, ну вот эту любовь, прану из пространства любви. И, ну в общем-то, ну можно подумать, что она в приготовлении нуждается. Это на самом деле так, и вполне можно кушать со своего сада, ничего не готовя. Но суть в том, что когда мы готовим еду, мы вкладываем, ну скажем так, в своё творчество. И я хотела бы вот последнее, что рассказать, это вот об эффекте так называемой синергии, которая возникает из сочетаемости продуктов. То есть когда мы сочетаем разные виды продуктов в творчестве, опять же, с любовью, они приобретают определённые свойства. Потому что мы знаем, что когда идёт вот такое в любви единство, все, скажем так, существа очень сильно развиваются. И развиваются как духовно, так и, ну скажем так, индивидуально, так и духовно все вместе. И вот этот эффект 1 плюс 1 плюс 1 равно 11, да? В смысле 1 плюс 1 плюс 1 равно 111. Это то, что мы получаем, когда мы делаем, например, какие-то салатики. Да, ещё один вопрос, который я хотела обозначить, это голодание. Но я думаю, что будет такой вопрос, и я тогда в этом контексте отвечу. Думаю, что можно перейти к песне сейчас, сделать небольшую паузу, и потом мы продолжим. Ну раз ты так думаешь, давай перейдём к песне, к небольшой паузе, и потом продолжим. Итак, подготовлена песня. Цветана живая исполняет песню, посвящённую экологичному питанию. Слушаем две, почти три минуты, там плюс заставочки, и после этого переходим уже к вопросам и ответам. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Ореги, фрукты, Селень-мёст растопят в каждом сердце лёд, плоды рождённые в любви несут тебе посыл. Живи, экологичное, питание пробудит нам сознание, как важно в мироздании плоду жить и восстановить. ПЕСНЯ живая нам нужна, свежа полезна и вкусна, земля прекрасна и чиста, как раньки завидёт оно. Живу я в творчестве всегда, даёт энергию еда. Живая жизнь, живая, живая, матушка, земля экологичное, питание пробудит нам сознание, как важно в мироздании владу жить и в острове. Веда живая нам нужна, свежа полезна и вкусна, земля прекрасна и чиста, как раньки завидёт вновь. экологичное питание спасёт всё мироздание, пробудит осознание, усилив понимание, и так живая нам нужна, свежа полезна и вкусна, земля прекрасна и чиста, как раньки завидёт на сон. Народная славянская радио для пытливых умов Продолжение слушайте в следующей части Редактор субтитров